Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимого щенка Хэнка, фотографа на острове. В начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет от Хэнка Максу Дмитруку, подписчице ником Страна Чудес Игуля, Марселю Тумер Булатову и подписчику с ником Демон. Итак, первым делом отведем Хэнка в туалет. Пускай он делает свои дела. Благодарю, друзья, от отзывов и комментариев. Под прошлым видео первое написала Светлана Стишенко и попросила, чтобы я накормил Хэнка бананом и картошкой фри. Без проблем. Светочка, иду тебе навстречу, только давай вначале покупаем нашего Хэнка. Что-то он у нас совсем запачкался. Кроме того, друзья, сегодня мы будем ловить редких зверей. И кто хочет подсказочку о том, как поймать какой-то из редких животных, пишите в отзывах в комментариях, и мы это сделаем. Ну что ж, друзья, итак, я бы с удовольствием накормил нашего Хэнка бананом и картошкой фри. Но у меня все слоты заняты. Надеюсь, что от ананаса он полностью не накушается. Нет, к сожалению, кто процентно накушался. Что я могу сделать, это купить только картошки фри. Вот, и все. Дальше он кушать, видите, ничего не хочет. Даже не могу купить бананов. Вот, относительно еды, одежды никто ничего не писал. Но сегодня мне хотелось бы одеть какой-то необычный костюмчик для нашего Хэнка. Итак, друзья, давайте-ка сегодня сделаем нашего Хэнка каким-то необычным. Вот, давайте-ка я сделаю либо пожарным, либо шерифом. Честно говоря, шериф мне больше нравится. Вот, наверное, друзья, давайте-ка я остановлюсь на шерифе. Вот, и поменяем ему глазки. Сделаем их каким-то ярко-голубыми. Вот такая вот милашка-симпатяшка. Ну вот, здорово. Итак, друзья, давайте-ка я еще немножко подниму настроение нашему Хэнку, что-то он совсем загрустил. Вот, видите, как здорово поднимается. Уже 16-17-20 процентов. Хотя бы больше половины поднимет. Кроме того, друзья, благодаря этой вот его настроению поднимается уровень нашего персонажа. Что довольно-таки здорово радует. Итак, вперед. Думаю, пока этого достаточно. 70 процентов, даже вот практически уже и 80. Ну вот, неожиданно для себя я уже набрал 100 процентов. Ну что же, замечательно, друзья. Итак, отправляемся с вами на остров. Вот, опять же, благодарю подписчиц. Первым написала Ирина Григорьева и подсказала, что саблезубого тигра можно ловить на грибы, ананасы, ягоды. Сегодня мы все это попробуем, протестируем. Но вначале давайте-ка я, друзья, пройду по локации, посмотрим, не появился какой-то редкое животное. Возможно, улыбнулась удача, и нам удастся вот закрыть какое-то животное. Итак, нету, нету редких животных. Вот подсвечиваются некоторые животные. Но это не то, что я хотел. Итак, друзья, кто смотрит цикл видео о приключениях щенка фотографа Хэнка, тот знает, что у нас большинство зверей уже собраны. Только 5 животных мне никак не удается собрать. Вот, опять же, на водопаде у нас никого не появился. Вот, пляж-водопад отпадает. А сейчас отправляемся на лавовое плата с надеждой, что здесь тоже кто-то появится. Итак, друзья, чудо не случилось. Чудо не случилось. Ну что ж, тогда давайте-ка я буду ловить пока по подсказке от Ирины Григорьевны. Будем сегодня пробовать ловить саблезубого тигра. Кроме того, подписчик с ником Деман оставил подсказки, как ловить единорога, и я буду действовать. Итак, давайте-ка я сразу же перейду во вкладочку с животными. Пройдемся по животным. Покажу, что у меня есть, чего нету, чтобы, опять же, друзья, вы писали, как ловить тех животных, которых я никак не могу закрыть. И, опять же, друзья, кому нужны подсказки, пишите, я с удовольствием расскажу. Вкладочки, кролики, самая первая уже у меня закрыта. Вот вкладочка и свинки тоже закрыта. Вот третья вкладочка, всевозможные мишки закрыта. Четвертая вкладочка, а вот здесь и первая птица, которую я никак не могу закрыть. Это аризонский феникс. 12 из 15, никак не удается поймать этого животного, хотя он ловится тоже возле лавового плата. Поэтому, друзья, надеюсь, что вместе с саблезубым тигром, возможно, мы его вычислим. Вот, большие кошки, тигры, вот пятая страничка закрыта. А вот на шестой и вот тот саблезубый тигр, о котором писала Ирина Григорьева. Сегодня мы будем его ловить. Причем, друзья, есть подсказочки. Смотрите, он ловится только на лавовом плата. Вот, есть любимые игрушки Корона, бассейн для вечеринки и автомойка. Вот на все эти игрушки я его и поймал. Кроме того, поймал на танцбул диска, бассейн с шариками, пылевык. Вот машинку-качалку, приставку, три батута, два батута, золотой бассейн и лазер. Дальше, друзья, нужны уже ваши подсказочки. Вот, неплохо. Итак, друзья, идем с вами дальше. Вот два животных, которых мне удалось закрыть. Вот следующая, седьмая страничка, это хамелеоны. Вот, и на восьмой страничке уже третье животное, которого я никак не могу закрыть. Это радужный хамелеон. Девять из пятнадцатых, опять же, нужны ваши подсказочки. Вот, обезьяны у нас закрыты. Попугаи закрыты. Опять же, всякие попугайчики. Одиннадцатая страничка закрыты. Вот, олени. В прошлой части, друзья, мы с вами закрыли злоторога. Вот, уже эта страничка здорово, что закрыта. Тринадцатая слоны закрыта. Четырнадцатая лисички закрыта. Пятнадцатая страничка бегемотики закрыта. Шестнадцатая всевозможные ёжики закрыта. Семнадцатая лошади тоже закрыта. А вот в восемнадцатой, друзья, два животных, которых я, опять же, не могу закрыть. Пегас молния и единорог. Девять и семь фотографий есть. Вот, нужно по пятнадцать собрать. Нужны подсказочки, опять же, по этим животным. Вот, дальше у нас лоси закрыты. Вот, всевозможные совы, филины закрыты. Пингвинчики закрыты. Вот, носороги закрыты. Ну, в принципе, до конца, только до лягушек не закрыты. Остальное закрыто. Тюлени, видите, закрыты. Черепашки закрыты. Крокодильчики закрыты. И вот лягушки. Итак, всего шесть животных, которых у меня не закрыты. Вот, золотая лягушка, шестнадцать из двадцати, которую я никак не могу закрыть. Но, тем не менее, друзья, сегодня мы будем ловить, пытаться, по крайней мере, ловить вот саблезубого тигра. Ну, и есть небольшой шанс, что, друзья, удастся поймать аризонского феникса. И по просьбе Ирины Григорьевой я ложу грибы. Вот, попробуем грибы, ананас и ягоды. Посмотрим, что из этого получится. Итак, где наши грибочки? Вот они, грибочки. Отлично. Вот, нажимаем, ложим и посмотрим, что у нас с игрушками. Итак, два батута, распылитель, глобус, коврик. На два батута я уже ловил, друзья. Вот, саблезубого тигра, поэтому эту игрушку надо поменять. Три батута тоже уже ловились. Вот, золотой бассейн и бассейн-вечеринку ловили. По-моему, друзья, на энной ложку я его не ловил. Вот, хотел посмотреть, возможно, что-то подсвечивается, попадется. Вот, по-моему, на вот этот зонт я не ловил. И вот на костер не ловил. Давайте-ка, друзья, попробуем костер. И вот я что думаю, друзья, давайте-ка я попробую вот этот распылитель тоже заменить. Вот игрушку, возможно, друзья, тоже возьмем какую-то подсвечивающуюся. Возможно, будет лучший эффект. Вот так. Вот, здорово. Ну что же, готово. Давайте-ка откроем баночку с феромонами и посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, нужны ваши подсказочки, как же ловить саблезубого тигра. Вот, итак, что у нас происходит? Появился вот какой-то кабанчик, какая-то лошадь, вот куча всевозможных животных, но того, кого нам нужно, нету. Итак, опять же, открываю баночку с феромонами, пытаюсь привлечь. Вот, в принципе, друзья, можем еще открыть вкладочку саблезубым тигром посмотреть, но мне кажется, что этих игрушек нету. Итак, появилась целая куча всевозможных животных, но того, кого нам нужно, нету. Ну что же, давайте-ка тогда я еще попробую, вот, открыть баночку с феромонами и попробую привлечь кого-то из зверей. Вот, надеюсь, возможно, все же попадется либо аризонский феникс, либо хотя бы золотая лягушка, никто не попадает. Что ж, три раза я обновил. Давайте-ка еще четвертый контрольный не будет, тогда попробуем на другую еду половить саблезубого тигра. Итак, друзья, интересно, сработает или не срабатывает? Не сработало, друзья. Не появилось то, что нам надо. Вот, и поэтому давайте-ка я поменяю еду, грибы на ананас, а потом на ягоды. Возможно, тогда будет эффект, но пока эффекта, вы видите, не особо. Так, где же наш ананас? Вот он. Вот, удалось поменять. Вот, здорово. И, да, давайте-ка, друзья, я еще раз посмотрю вот саблезубого тигра. На что я его ловил, а на что не ловил. Возможно, какие-то подсказочки. Ну, вот, видите, друзья, все. Яркие игрушки. Корона, бассейн для вечеринок, танцбулт, диско, автомойка, пылевык, бассейн для вечеринки, машинка, качалка, приставка, три батута, два батута, золотой бассейн и лазер. Ну, как-то вот так. Ну, что же, все игрушки мы обсмотрели, а сейчас давайте-ка все же я попытаюсь вот поймать саблезубого тигра вот на эти игрушки. Трудно рассказать, на что его еще можно поймать. Ну, хотя бы вот, чтобы обновить, посмотреть, пойдет ли на какую-то игрушку или не пойдет. Итак, друзья, чудо пока не случилось. Не удалось не поймать ни аризонского феникса, ни саблезубого тигра. Итак, продолжаем ловлю. Продолжаем обновление. Пытаемся привлечь. Возможно, все же попадется хотя бы золотая лягушка. Ну, пока как-то неудачно. Вот не идет. Пока все не идет. Второй раз обновили и без результата. Ну что ж, третий раз пошло обновление. Третий раз пошло обновление. Ждем, надеемся, что у нас все получится. Итак, что же произойдет? Итак, друзья, вот есть разная куча животных, но все не то, что нам надо. Да, вот видите, даже какая-то пума у нас появилась. Правда, фотосессия с ней закрыта. Что ж, друзья, последний раз четвертый обновляю. Не будет движения. Тогда переходим на другую еду. Переводим на ягоды. Вот, смотрим. Итак, появилась куча животных, но все не то, что нам нужно. Что ж, попытаемся поменять еду. Итак, мне нужны ягоды. Вот, давайте-ка я их найду. Вот они. Замечательно. Меняю на ананас и пытаюсь привлечь. Так, при помощи баночки сперомономы пытаюсь, вот, открыть и пытаюсь привлечь животных. Итак, что же происходит? Появился кабан, появилась сова, появились миллионы черепашки, олени. Но все не то, что нам надо. Вот, продолжаем открывать баночку сперомонами. Открываем, привлекаем зверей. И, надеюсь, у нас, что все получится. Вот так. И так, и так, и так, и так. Готово. Но, опять же, друзья, все не те звери. Все не те двери. И я последний раз обновляю. И, к сожалению, Ирина Григорьева, мне сработали сегодня твои подсказочки. Вот, если ты в курсе, какие еще игрушки из тех, которых я перечислен, вот, возможно, удавалось себе, вот, поймать, пиши в отзывах, комментариях, я попробую еще твои игрушки. Ну, а сейчас давайте-ка попробуем другие подсказки от других подписчиков. Итак, подписчик с ником Демон порекомендовал, чтобы я попробовал где гернорога на два батута и лазок, и еда ананас. Вот, ну что ж, друзья, отправляемся с вами вот на пляж. Насколько я помню, единорог ловится только на пляжу. Ну, сейчас мы это проверим. Давайте-ка зайдем. Зайдем в кладочку с лошадьми и возьмем 18-ю страничку. Вот, да, друзья, пегас молнии и единорог. 7 из 15 у меня пойман единорог. И, как видите, подсказочка. Это водопад, это королевский диван, это арфа и это вот бассейн для вечеринки. Вот на что мне удалось поймать единорога. Давайте-ка посмотрим. Вот, те же игрушки, что перечислены. Королевский диван, арфа и бассейн для вечеринки. Два телепорт, три батута, вечеринка и барабаны конга. А вот подписчик, демон, рекомендует два батута и лазер. Ну, что ж, давайте-ка, друзья, посмотрим. Давайте-ка я положу эти игрушки. Вот, и надеемся, что у нас все получится. И, да, вот еще еда ананас. Сразу же давайте-ка я активирую ананас. Вот, возьмем, поменяем игрушки. Вот, возьмем два батута и возьмем лазер. Так, батут есть, готово. И лазер у нас уже здесь стоит. Ну, что ж, друзья, давайте-ка попытаемся вот открыть баночку с феромонами и привлечь единорога. Надеюсь, это у нас все сработает. Вот, всего, вот, двое подписчиков оставили свои подсказочки. Поэтому, друзья, я надеюсь, что здесь работают. Вот, в предыдущих видео тоже были подсказочки. Вот, я старался использовать, но пока, вот видите, безрезультатно. Итак, пытаемся, опять же, при помощи феромонов привлечь животных. И посмотрим, что из этого получится. Итак, второе обновление. Вот, что-то происходит. Пытаемся мы привлечь животных. И пока непонятно, друзья. Безрезультатно. Безрезультатно. Итак, еще раз я пытаюсь привлечь животных. Кстати, давайте-ка я попробую поменять местами. Вот, интересно, это что-то изменит, либо изменит. Положим лазер наверх, а два батута на низ. Хотя, мне кажется, это не должно ничего изменить. Но попробовать можем. Итак, давайте-ка я пока поменяю. Вот лазер. Вот так. Отлично. Вот так. Два батута меняем на лазер. Вот. А три батута мы меняем на два батута. Вот, посмотрим, что из этого получится. Итак, готово. Вот, еду пока не меняю. Интересно, друзья, будет ли какое-то движение. Вот, я надеюсь, что у нас что-то получится. Кстати, давайте-ка я, наверное, еще мелкие игрушки поменяю. Ну, обидно, друзья, нету движения. Нету движения ни радужного хамелеона, ни вот единорога. Вообще никто из животных не подсвечивается. Вот. Ну, что ж, и так, друзья, еще раз пытаемся. Итак, пошло обновление. Вот, я пытаюсь вот поймать кого-то из животных. И что же, есть, друзья, попался радужный хамелеон, но он уже с лазером сфотографировался. То есть, его здесь фотографировать бесполезно. Вот, если животное уже поймано, оно не подсвечивается. А так нам просто скажут, что у нас есть дубликат. Видите? Вот, не будем мы, конечно, менять фото. Ну, что ж, друзья, я надеюсь все же, что, возможно, улыбнется удача. И нам удастся все же открыть вот либо единорога, либо вот радужного хамелеона. Вот остальные животные пока у нас есть. И да, друзья, есть, есть, улыбнулась, улыбнулась удача. И все же нам удалось сегодня поймать единорога на лазер. Итак, сработала, сработала подсказка подписчика с ником Демон. Вот, все же, видите, есть возможность ловить на ананасы, но почему-то только когда я поставил лазер в верхнюю точку, вот там мне удалось поймать его на лазер. Что ж, это было здорово, это было прикольно. Вот, мне, в принципе, друзья, понравилось. Я, честно говоря, уже утратил надежду поймать сегодня единорога. Единорога, тем не менее, удача улыбнулась. Ну что ж, кроме того, давайте-ка, друзья, я еще поставлю какую-то игрушку. Вот, жаль, сейчас уже вот мне тратить возможность. Если все-таки пошла удача, если есть возможность поймать, хотя бы еще несколько раз обновим. Возможно, вот удастся еще поймать единорога. Вот, если пошла удача, нужно ее ловить за хвост. Итак, давайте-ка посмотрим, удастся ли поймать еще единорога. Итак, пошло-пошло обновление. Вот, пока чудо не случилось, но, по крайней мере, друзья, я очень рад. Вы видите, практически большая часть животных у нас поймана. Всего 6 животных я не могу закрыть. Вот, и остальных просто очень-очень тяжело поймать. И да, друзья, опять удача. Опять удача. И опять фото единорога. Ну что ж, друзья, сегодня наш день. Сегодня наш день. Итак, 9 фото. Ну что ж, просто фантастика. Я сразу же меняю игрушку. Вот, улыбнулась. Все-таки улыбнулась нам удача. Вы видите, удалось мне поймать второе фото единорога. Вот, я думаю, какую бы игрушку ему положить. Вот, пусть будет вот этот центрзатор, либо что-то другое. Что любит единорог? Вот, трудно сказать. Мне кажется, друзья, он любит что-то необычное. Вот, чтобы ему положить. Чтобы ему положить нашему единорогу. Вот, давайте-ка, друзья, я попробую ему положить вот этот вентилятор. Возможно, он на него как-то лучше пойдет. Итак, друзья, вот не могу сдержаться. Не могу сдержаться хотя бы еще несколько раз. Вот, откроем баночку с феромонами. Вот, с надеждой, что раз пошла удача, возможно, удастся еще поймать единорога на два батута. Все-таки сработала подсказочка от подписчика. И, смотрите, друзья, как Абина появляется вот у нас радужный хамелеон. Но я уже его ловил на два батута. А мне на два батута нужно поймать все-таки единорога. Итак, пошло обновление. Давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас появился. Куча попугачиков, обезьяны. Ну и это все. Итак, друзья, к сожалению, к сожалению, наверное, скорее всего, больше у нас ничего не получится. Тем не менее, удача улыбнулась. Я считаю, неплохой результат. Два единорога с тем учетом, что вот из всех животных только шесть животных я еще не закрыл. Это неплохой результат. Вот. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, в каком состоянии наш Хэнк. Возможно, сегодня на этом уже надо прощаться. И да, друзья, наш Хэнк устал. Вот. Сегодня я уже на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, подсказки, как поймать редких животных. Вот. Напоминаю, это Резонский Феникс. Это Радужный Хамелеон. Это Саблезубый Тигр. Это Единорог. Это Пегас Молния. И это Золотая Лягушка. Кроме того, друзья, кому нужны подсказки о том, как поймать редких животных, пишите в отзывах, в комментариях. Я с удовольствием расскажу. Ну, а на этом сегодня всем пока-пока, друзья. До новых встреч. И да, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым в верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.